Улица Бутина в Чите. На пешеходной зоне посреди исторического центра города лежат упитанные туши кур, рыбы, а еще свиные уши. Вид не очень презентабельный, но четвероногим кажется нравится. Продавцы не стесняются, ни лежащие в открытом виде продукции, ни проверяющих, ни телекамер. Времени отвлекаться нет, торговля идет бойко. А можно вас спросить, вы задумывались о происхождении, откуда эта продукция, имеют ли документы, отвертающие качества? Нет, ну как-то веришь. Ну понятно же, что это несанкционированная торговля. Я брала уже просто-напросто товары. А то, что это незаконное предпринимательство, торговля в неустановленных местах, вы пенсию получаете, это же тоже отсюда платежи. А вы поддерживаете нарушителей? Я не знаю, пусть разбираются. Вы первый раз берете здесь или раньше брали? Ну это первый раз, а жена несколько раз брала. И как? И да, и всегда довольна, и заставила меня сегодня это еще идти взять. Только и носить мне, и не носить. А вы документы какие-то проверяете, срок годности? Да и стесняюсь, как-то неудобно. А цена вас устраивает? Ну, я же пенсионер, все-таки, конечно, если бы дешевле было, я бы... Несанкционированная торговля рыбой не прекращается ни на секунду. На требование сворачиваться продавец открыто говорит. Не буду. Сейчас жители обращаются, ругаются, что такая торговля продолжается. Собирайтесь. Я не буду собираться. Почему? Потому что у меня много товара, у меня некуда деться. Я еще ее сама буду потом кушать. Я не буду собираться. Сейчас Новый год, тем более. Ну, у вас выход есть в ярмарке? Ну, на ярмарке мы наторгуем 100 тысяч, 150 вот мы наторговали. Тысяча одна точка, 150, другая 100 тысяч. А здесь я каждый день 120-150 тысяч торгую. Каждый день. Я лучше заплачу эти 3 тысячи штрафу, чем я соберусь. Вот так-то. Я каждый день здесь 100-150 тысяч торгую. Спрос рождает предложение, даже если оно весьма сомнительного качества. В двух метрах от точки дорога. Пыль, выхлопные газы. Все это, естественно, оседает на неприкрытую продукцию. Однако покупателей такой душок совсем не пугает. Продукция должна быть промаркирована. Должен быть указан изготовитель, дата выработки, срок годности. Выхлопные газы, все, смог, все, кочегарки. Все это тоже влияет. Рыба это в себя все впитывает. И продукция уже не такая качественная. Тут пешеходная зона. Люди идут. Кому-то мешает. Не все же покупатели. То есть, если мы приходим в магазин, мы заведомо подразумеваем, что мы пришли за покупкой. А на улице-то мы их куда-то спешим, идем. Верхняя одежда. Выхлопные газы. Машины. Еще. День вы придете, завтра вернетесь эти или другие. А если продукция некачественная, кому обратиться и кому свои нарекания. Кроме того, вот сегодня был Ростельхознадзор. Документы, подтверждающие качество, тоже не все присутствуют на месте. Сотрудники управления потребительского рынка уже предлагали этим продавцам занять свободные павильоны в городе. Но их не устраивает место. Да и за аренду придется платить, ИП оформлять. А тут встал в самом центре. И налоги не платишь. И выручка баснословная. Предприниматель оплачивает налоги. Физическое лицо только работает себе на карман. Соответственно, проще, конечно, вдоль улицы встать, поторговать, собраться и уехать домой. А предприниматель налоговый учет ведет, отчитывается. Соответственно, если заходить в помещение, аренду надо платить, коммунальные услуги, подключение. Вот в этом секрет низкой, так скажем, цены. Но качество-то тоже страдает. А кто знает, где они хранят. Никакие требования не заставили продавцов тронуться с места. Ольга Овдина предупредила, вернется еще раз, но уже с полицией. Рыба тем временем продолжает расходиться по сумкам четинцев, как горячие пирожки. Гулял Хасова, Дмитрий Пенигин, ЗАПТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова